Ну что, друзья, всем привет! Вы готовы? Готовы к этому действию? К расхламлению моей декоративной косметики? Сейчас просто полетит всё в сторону. Такое предисловие, может, кто недавно на моём канале, либо же, ну, может, не смотрел какое-то время. У меня поменялись на данный момент предпочтения. Это нормально, если у вас что-то меняется, предпочтения, вкусы в одежде, в косметике, вообще в мышлении. Это всё нормально. И теперь мне нужно сделать с этой грудой косметики что-то, организовать, во-первых, потому что я заказала себе новенькое что-то, во-вторых, потому что если мы будем переезжать, мы в любом случае будем переезжать, всё зависит от того, насколько быстро мы найдём квартиру, и от этого всё зависит, но мы в активном поиске. Я просто не хочу за собой тащить груду ненужной косметики. Я попробую что-то продать. Если я не продам, то я просто пристрою это среди своих знакомых девочек, потому что, ну, зачем мне это всё вести за собой? Чтобы там, там мне некому будет отдать, и понятно, что туда ко мне никто не приедет, и пока я найду, кому я смогу там отдать, знаете, время утечёт настолько, что закончатся сроки годности. Вы понимаете о чём. Давайте я скажу, что я хочу у себя вообще видеть. Я хочу у себя... Давайте не хочу видеть. Кстати, хочу сказать, что здесь вся косметика хорошего качества. Я её хочу расхламить не потому, что она плохого качества, просто потому, что у меня поменялись вкусы. Здесь всё мне по качеству нравится. Здесь всё прошло проверку. В общем, как-то так. Ну, есть какие-то, может, нюансы цветовые, да, как-то цвет что-то не совпадает. Ну, качество здесь хорошее. Значит, к чему, во-первых, я хочу прийти? В идеале я хочу прийти, чтобы у меня преобладал люкс. Раньше с этим было тяжело, потому что мне хотелось цветного, яркого, неонового, но так... И я не покупала люкс, потому что там такого нет, да. Люкс либо профмарки преобладали. Но сейчас с этим у меня попроще стало, потому что цвета, которые сейчас я как бы выбираю, они более доступны в люксе. Пожалуйста, покупай, не хочу. И что я предпочитаю? Сейчас я предпочитаю серые оттенки. Сейчас я предпочитаю, ну, серые, может быть, какие-то там серебристые, опять же, лавандовые, мои любимые, которые я всю жизнь любила, да. Ну, в общем, сейчас мы все это увидим, будем покупать цвет помад изменился, который я хочу красить. Просто я хочу здесь прям жестко перебрать, отложить, и просто, чтобы в моем сундучке от сифары было все организовано. Если вот нам надо будет уезжать, чтобы мне не горело, знаете, я тут в спешке не выбросила, не отдала то, что мне нужно, либо же, наоборот, не пожалела и не оставила то, чем я не буду пользоваться. В общем, даже если это будет не люкс, да, я хочу, чтобы это было что-то минималистичное, типа вот, допустим, как Катрис, и чтобы это мне подходило под цветовой гамме, конечно, тут нужно избежать импульсивных покупок. Но в то же время, допустим, я увидела эту палетку в Катрис, я в нее влюбилась и поняла, что она мне нужна. Она как раз, вот знаете, стала переворотом моим макияжным, потому что я увидела ее просто вау, какая она красивая, нанесла и поняла, что все, что было до нее, все было неправильно, знаете, типа того. Поэтому, чтобы это хотя бы было какие-то вот такие вот минималистичные, вот как у Мины, да, красивые упаковочки такие, то есть, если это будет не люкс, то чтобы это были какие-то профмарки, либо же, чтобы это были хорошие марки в красивых минималистичных упаковках. Например, Кика, это же не люкс, да, но, допустим, мне нравится Кика по качеству, особенно сейчас, и мне нравятся их упаковки. Особенно из постоянной коллекции, они прям такие все минималистичные, красивые, ну, лимитки там, конечно, порой бывает дорого-богато, но, в общем, чтобы вообще не было вот таких вот упаковок, от которых я там тащилась раньше, но сейчас я не хочу вот такие вот упаковки в коллекции. То есть, тащилась не потому, что здесь жабка нарисована, да, и какие-то смайлики, просто вот цветовую гамму, мне нравилось то, что ярко. Хочу этого избежать. Фух, большое предисловие, давайте приступим разгребать эту кучу, потом покажу, как это в итоге получится. Что из этого получится? Давайте просто вот рандомно, неяркая упаковка. От Ивроше. Здесь у меня палетка черный гранит. И здесь могу сказать, что я рассчитывала на серую такую серебристую палетку, но по факту она розовая, девочки. Если вы вот не обманываетесь, она розовая, то есть кажется, что здесь вот серые, но по факту они вообще ни разу не серые. Они вообще не серые, то есть вот этот должен быть какой-то металлик, но они вообще с розовинкой. Просто, я думаю, тут даже видно. Не буду на все это добро делать свочем, иначе это добром не кончится, это затянется надолго. Ну так, пару рефилов может быть, вкратце обсуждение. То есть видите, здесь вообще ничем серым не попахивает. То есть она какая-то такая розово-жемчужная, и мне это не нравится. То есть я хотела серую палетку, но по факту я ее не получила, поэтому я ее оставлять не буду. Так, значит, палетка Vivienne Sabo с нереальным оттенком, палетка Illusionist. И я решила в очередной раз сделать это, просто достать отсюда рефил. Это такой вот хедлайнер-рефил, ради которого, собственно, многие покупали эту палетку, который рефил нереально красиво сияет. Я просто думала, я его достану и переселю в палетку Makeup Forever. Кстати, хочу сказать, если вы тоже это решите сделать, здесь рефилы не магнитные. Они не магнитные, то есть если вы достанете, вам нужно чем-то прицепить ее к палетке, либо куда вы хотите его пересадить. Значит, вот этот вот рефил, вот он здесь. Я, видите, он неплотно прилегает, потому что он там, знаете, такой есть, типа, как... Ну, это не скотч, такая лента, которая клеится с двух сторон. То есть, с одной стороны вы ее налепляете, и она с двух сторон клейкая, такая белая, и получается, и рефил держит... Ну, в общем, и рефил она держит, эта клейка лента, и держит палетку. Значит, в общем, я решила сделать так, что я просто этот нереальный оттенок пересажу сюда. Не, ну, вы видите, ну, где что-то... Короче, тут не видно. И я где-то делала даже макияж, просто после меня даже девочки пошли искать эту палетку. Ну, в общем, я его пересадила сюда. И вот этот вот рефил от Inglot, знаете, я вам скажу, он очень красивый, но по факту он такой еле заметный. Я оставлю Inglot, может быть, какой-то базой будет служить. Ничего специфического интересного в этом рефиле нет, но я избавляться от него не хочу. Просто его выкинуть, отдать. Я не хочу, потому что он мне нравится, но он очень нежный. Но он в моих тонах. Такой, знаете. Поэтому здесь у меня остается Inglot, и здесь пересажена Vivienne Sapo. Надеюсь, что я буду пользоваться, не проигнорирую это все. Ну и все, это у нас в палеточке от Makeup Forever. Даже до места осталось. И смотрится красиво, лаконично. И, в общем-то, если нужно, можно туда залезть и сделать макияж. А эту палетку я буду порестраивать без одного рефила. Конечно, она теряет в своей ценности после этого рефила. Но как бы вытащила то, что было надо. Оставляю, конечно же, эту палеточку от Catrice. Буду избавляться от этих палеточек от Beauty Bomb. Опять же, вот эта вот яркость непонятная. Не знаю, какое-то помутнение у меня. Здесь, опять же, вот эти вот тема с салатовыми блестками, которые, наверное, не видно будет. Glitter очень хороший в Beauty Bomb. И вот такие вот остальные матовые оттенки. Избавляемся. Далее опять Mushroom Magic. Знаете, вот я иногда смотрю там на свои старые макияжи, там красные тени, думаю, поки. И это мой муж со мной рядом ходил. Как он это терпит все мои вот эти макияжные приколюхи. Хотя моему мужу главное, чтобы я красной помадой или какой-то ярко-розовой накрасилась. Все, это для него самое главное. Ему это нравится. А красные тени ему не нравятся. Ну, говорит, ты так самовыражалась. Ну, что я тебе могу сказать? Ты все равно бы мне не послушалась. Как-то так. Здесь опять же вот такой вот какой-то странный. Такой вот красивый голубоватый. И вот остальные матовые. Даже матовыми не пользуюсь. Так, избавляюсь. Вот эта вот палетка от Ice Cream с этими нереальными салатовыми такими травянистыми оттенками. С просто классным качеством. Я ее вообще покупала там за 299 рублей. Но, но, понимаете, да? Я вообще зеленые не люблю оттенки. И я такими краситься сейчас вряд ли буду. Ждать лето, а вдруг мне опять захочется, ну, смысл этого складированием заниматься. Я к лету, девочки, накуплю новых теней люксовых. И мы про это все с вами забудем, как страшный сон. Опять же, не хочу сказать, что я какая-то прям вот ханджа, только люкс. Нет. Хочу в большей степени перейти на люкс. Потому что я могу это себе позволить. Я хочу красивых упаковок. Я так долго это не покупала, потому что там не было моих оттенков. Сейчас там оттенки, которые мне интересны, я могу купить. Поэтому, ну, мне хочется, да. То есть для меня это как наконец-то я это куплю. Потому что мне пришлось поменять вкус. Вы представляете? Чтобы покупать люкс. Вот так-то. Ладно. Далее Стеллари. Муж мне дарил Naked палеточка. Очень красивая. Но она вот в этих красных оттенках. Но есть здесь такие оттеночки красивые. Ну, не видно. Вот видите, как он желтоватый. Тут синеватый. Она красивая. Но не то, что я хочу видеть в плане макияжа на себе. Опять же, вот эти вот палеточки от Beauty Bomb. Все они вот покупались из-за одного какого-то оттенка. Типа вот такой, знаете, голубой. Типа вот этот. Но они плюс-минус, в принципе, они очень похожи с тем, что я могу купить в других. То, что у меня даже от Englot, оно чем-то похоже. То, что даже вот в мак у меня есть калистар. Вот, к примеру, калистар. Где там калистар? Моя новая покупка. Очень красивый лавандовый оттенок. Не такой, ну, посмотрите, мое предыдущее видение. Не такой темный бордовый, как вы его здесь видите. То есть он реально красивый лавандовый. Так что, как бы, я буду им пользоваться, да. А не вот эти вот оттенки. Типа из Beauty Bomb. 101 голубой оттенок. Больше, конечно, предпочитаю лавандовый. Также вот сюда пересадила Бернович. Это который вообще не тень, а просто сбитый глиттер. Мне кажется, там даже базы нет, клейкая. Просто набитый глиттер большими кусками. Я им пользоваться точно не буду. Поэтому тоже, если кто-то будет что-то покупать, я положу бонусом. И если буду отдавать, то потом положу просто так. Значит, мак. Такой вот оттенок. Хорошо, хорошо он у меня шел. Потом, понимаете, начал распыляться на все остальное. И про него забыл. Ну, тут ничего не видно. Тут свочи у нас не получится. Но тут даже видео не про свочи было. Потому что вы эту косметику видели. И свочи на нее видели. И во всех своих покупках я это показываю. Просто хочу перебрать с вами. И показать, что будет расхоломляться. Почему будет оставляться. То есть, в принципе, этот оттенок. Такой морозный фиолетовый. Которым я пользовалась. Но про который и забыла. Потому что у меня вот куча вот дешевого. Нового было. И я писала им пользоваться. Хоть же вообще непонятно, зачем я его купила. Вот прям вот совсем. Знаете, это такая покупка. Ой. Бордовый оттенок с салатовыми блестками. Он красивый. Он классный. Но бордовый. Я не люблю бордовые тени. Так. Релуи. Опять же. Спарклы. Почему? Потому что оттенки, опять же, не то, что я хочу видеть. Этот такой вот он идет. Кажется, что белый. Но когда его наносишь, такой разноцветный. Разноцветные сияшки. Это желто-голубой. Опять же. Не то, что я хочу видеть. Так. Видите, как хорошо идет. Сейчас будет пусто. Кико. Вот опять же, я хочу сказать, что Кико, да, это не люкс. Но это минимализм. Такой красивый, органичный дизайн. Вот так вот можно положить рядом с мак. И это будет смотреться красиво. В общем. Как-то так. Вы понимаете, о чем я. Понятно, что если что-то нереальное в оттенке, то я вот как Вивен Собо выковырю и приклею. Но понимаете, чего я хочу? Каких оттенков, каких упаковок, каких брендов. Так. Потому что, ну, вот это то, что целая куча у меня лежит, которую мы посмотрим. Толку от нее. То, что я не хочу уже сейчас такими оттенками краситься. Так. Кто говорит, а вот, может, тебе потом захочется сохранять. Девочки, всего есть сроки годности. И я тот человек, который их придерживается, потому что я аллергик. У меня и так аллергия на аллергия. Куда дальше? Во-вторых, не рассказывайте, что все оно одинаковое, ничего не меняется. Все оно меняется. Помады начинают менять. Многие, например, Lancome, люксовая помада начала менять. Цвет, когда я пользовалась, уже подходила срок годности. Например, текстура у теней меняется. У хайлайтера может закаменеть текстура вообще запросто, особенно там вот сифоровских хайлайтеров. То есть, меняется все равно. Если вас устраивает пользоваться просрочкой, я вообще ничего не имею против, вы молодцы. Пользуйтесь, коллекционируйте. Мне не нужна коллекция. Мне нужны вот продукты, которые такие, знаете, топовые будут для меня, рабочие, чтобы вот я открыла и поняла, что мне все из этого нравится. Все будет зависеть от настроения. Понятно, сейчас мне хочется серых теней. Я крашусь, крашусь серыми. Мне поднадоест. Мне опять захочется каких-то сиреневых оттенков. Тем более сиреневый. Очень выгодно подчеркивать зеленые глаза. Мы это с вами знаем, да? Знаем. Так, следующее. Тика. Опять же, Green Vibes. Это зеленая волна. Но опять же, это не совсем зеленые. Скорее-таки, синие-серебристые оттенки. Оставляем. Так, что по теням? Что по теням? Мы все разобрались. Смотрите, как здорово. Вот. Зачем я эту кучу теней вот... Ну, вот посчитать. Я бы могла себе вот объективно купить на эти деньги. Тысяча, две, три. Пять тысяч. Девочки, пять пятьсот. Я бы могла себе Tom Ford купить. По скидке. Где-нибудь, понимаете? Зато у меня есть куча ненужной мне теперь косметики. Все, все, хватит, хватит. Я не знаю, какой-то приступ был. Лучше пусть я буду хотя бы... У меня будет там пять стеней, но они будут люксовые. И прям цвета, которые я буду смотреть, у меня прям торкает от них. Хочу мне краситься, да? Да. Туши. Вот знаете, про туши я могу вот сказать, что туши это не обязательно люксовый продукт. Просто тушь это самый максимально скучный для меня продукт, как теналка и как пудра. Они либо работают, либо не работают. Вот и все. У меня сейчас Ева Мозаик и арт-визаж Верри Перри Чикаго. Все. То есть, ну я не вижу смысла покупать какую-то люксовую, очень дорогую тушь. Тушь тратить на нее там две тысячи. Блин, да просто тушь. И все. Вот это именно тот продукт, который мне не особо хочется вкладываться по стоимости. Так, у меня есть теналка Сифара, которая в использовании. Я ее просто сюда не притащила. У меня есть пудра от Враше. Вот знаете, даже думаю, покупай себе эту пудру, Враше постоянно. И вообще вопрос с пудрами будет закрыт. Вообще не смотри ни на какие другие пудры. Просто покупай Враше рассыпчатую пудру и все. Потому что, ну, покупка люксовой пудры мне не принесет никакого удовольствия вообще от слова совсем. Мне просто нужна пудра, которая будет работать. Все. Также и теналка. Ну, я, кстати, мне тенал с теналками так по люксу не везло. Сколько я этого люкса расхламила просто, потому что им невозможно было пользоваться. Страшно вспомнить. Так, арт-визаж это сейчас я пользуюсь. Не люблю такие прессованные пудры, но пудра сама неплохая. Хотя, вы видите, комочки. Тут какой-то помол странный. Выдает, что это дешевая душа. Ну, ладно. Хайлайтеры. Все, с тенями мы с вами разобрались. Да, хайлайтер Мак. Очень красивый хайлайтер. Особенно вот он на лето, на осень. Розово-золотой. Такой классный. Оставляю. Хайлайтер от Cifera. Второй оттенок. Да, второй или третий. Второй. Да. Sparkling Honey. Такой вот. Красивый оттеночек. Надо хайлайтер, кстати, какой-то все классный купить. Ну, тут, знаете, может быть, пару хайлайтеров Мак купить еще и все. И наслаждаться жизнью, потому что Мак, они такие долго играющие хайлайтеры. Так. Вот этот я говорила о том, что буду в любом случае пристраивать, потому что он как румяна. То есть он вообще не похож на хайлайтер. Он просто красный. Красный хайлайтер. Просто намазываешься и имеешь такое впечатление, что ты заболела, и тебя надо к врачу срочно. Потому что это просто по факту такие сияющие румяна тоже. Просто тут все ясно. Они хорошие по качеству. Этот слишком желтый. Это просто я просто не хочу их. Просто я их не хочу. Все. Классные тени. Так, а тут какие-то волоски обнаруживаются. Давайте, чтобы стулькатор не было, это то, что у нас остается. Так. Мы с вами будем жестокими. Зато красивыми. Жестокими, зато красивыми. Кико Милана вообще обалденный карандаш. Просто обалденный. Как он красивый. У нем такие голубые блесточки. Такое красивое. Вообще качество шикарное. Так, остается. Черный карандаш от Сифара. Я же украшусь. Отдается. Коричневый карандаш. Нет, какой коричневый. Это у нас карандаш. Такое, как у баклажановый. Видите, он такой. Цвет баклажанчика. Так. Кико. Вот это вот бронзовый карандаш. Он очень классный по качеству. Но только вот куда. Он просто обалденный. Он лучше, кстати. Это не тот же карандаш, как и бордовый. Фиолетовый, да. Но он лучше по качеству. Он мягче. Он как-то лучше рисует. Он такой, как с золотистыми оттеночками. Как бронзовый, знаете, такой. Ну куда. Вот посмотрите на мой макияж. Я вообще ненавижу коричневые макияжи. Теплые какие-то макияжи. Видите, меня там на серое, на лавандовое тянет. Поэтому я просто его тоже отдам. Ну куда. Далее карандаши Париса. Париса. Здесь у меня три карандаша. Зеленый, желтый и синий. Вот они. Они очень тяжело затачиваются, девочки. Очень тяжело. То есть я вообще не знаю, как их люди затачивают. Я точу их. Специальная точилка для пастельных карандашей. Таких. Значит, я думаю, что зеленый и желтый избавлюсь. А вот этот вот голубой такой красивый оставлю. В принципе, да. Не всегда же мне будет хотеться серых макияжей. Мне захочется лавандовых. Может с каким-то там вот... Вот это вот от Кика палетка. То есть там выгодно будет смотреться такой оттенок. Короче, оставляю. Далее у меня два лавандовых карандаша от Beveline. Такой вот светленький. Ничего не видно. Ничего не видно. Я так вам буду показывать. Так вам виднее. Он очень светлый. Им голая века только. То есть нижняя века я прокрашиваю. И вот такой вот от Beauty Bomb. Он у нас прям такой очень яркий. Я его тоже оставлю, потому что с моими макияжами это все сочетается. То есть если не серый, то какой-то лавандовый макияж, фиолетовый макияж. Это все будет сочетаться. Поэтому я это все выбрасывать не стану. Помады. Помады. Значит помады. Очень мне понравилась помада от Eva Mosaic в пятом оттенке. Просто какая же она офигенная. Она такая красивая, такая яркая. Я ей накрашусь, у нее такой свежий образ. Прям не иду, а лечу. Очень красивая помада. Матовая, качественная. Не вызывает аллергию. Потом помада от Naya Aliari. 12 оттенок. Но это ближе просто какой-то такой классический красный. Да. Такой просто, просто красная помада. Красивая упаковка. Все дела. Такая вот маленькая помадка от Naya Aliari. Тоже просто такой насыщенный красный, томатный даже может быть по-своему оттенок. Не буду его свочить, потому что это очень стойкая помада. И, кстати, вот такая вот помада может пригодиться именно в тот период, когда вам нужно куда-то поехать. И вы не хотите заботиться о нанесении. В общем, просто нанес. И знаете, что вы там где-то покушаете, попьете. И на вас будет красивая помада. Мои помады фиолетовые. 0,28. От GOSH. 430. От Мина. И блеск Пурпул от Рад. Значит, что я хочу сказать. То есть, я их тоже оставляю. Я понимаю, что сейчас, возможно, я просто больше вариаций себе даю в плане макияжа. Что-то отсекаю. Но при этом появляются другие вариации в плане макияжа. Например, у меня будет выбор накраситься красной помадой. Или, возможно, я опять захочу нанести фиолетовую. Лавандовую, да. У меня какие-то определенные оттенки сформировались уже окончательно. То есть, это лавандовый, это серый. Это может быть что-то серо-голубое. Вот что-то такое с таким вот понтоном. То есть, я просто макияж немного скорректировала. И дала себе как-то немножко больше пространства для покупки, для реализации своих. И это то, что осталось. Я не знаю. Может быть, нужно еще что-то убрать. Но сейчас я подумаю. Поставлю на паузу и подумаю. Вы знаете, девочки, нанесла, в общем, я фиолетовые свои помады. И понимаю, что я себя больше с ними не вижу. То есть, это прям не то, что мне захотелось, а вариаций. А просто меня прям отрубило конкретно. Я даже, честно говоря, не ожидала такого. У меня, кстати, такое есть. У меня резкие такие смены предпочтений происходят. И, в принципе, это и в одежде, и во всем. То есть, я прям вот сейчас наношу эту фиолетовую помаду. Я на себя как-то по-другому смотрю и не вижу себя больше с ней. Поэтому все-таки вот эти вот три лавандовых оттенка я тоже убираю. Мы с ними будем прощаться. Так. Что еще? Что у нас осталось? Над чем еще нужно поработать? Вы знаете, даже посвочила, посидела, подумала, посвочила. Это вот Green Pipes. Ну, где тут Green, да? Вот вы видите. Ну, там есть просто матовые, зеленые. Здесь просто какие-то серебристо-синие, серые. То есть, вот я смотрю сейчас и понимаю, что это лавандовые оттенки, не уходящие в красноту, припыленные какие-то серые, что-то вот такое. Хайлайтеры просто я хочу каких-то красивых, может быть, интересных оттенков. И что-то, может быть, даже нейтральное. Смотрите, что мы с вами оставили из теней. Кика, Кика, Атрис, Мак, Калистар, Майкап Лева, самонаборная. В общем, тут Vivienne Cboy и Inglot. Это все, все по теням. Из хайлайтеров Мак и Cifara на данный момент. Кудра, это такое неинтересное. Две туши, помады. Все, в общем-то, мои новые красные помады. И вот эти вот карандаши. Это все, что осталось на данный момент по декоративной косметике. То есть, уже здесь определенные цвета четкие. Здесь определенные предпочтения. Здесь уже как-то нет вот этих олиповатых упаковок. В основном, ну, как бы там карандаш, что-то понятно. Такое здесь больше уже что-то сдержанное. То есть, мне нравится и как это смотрится в упаковках. И мне нравится то, что в упаковках. Поэтому вот это сейчас я распределю и покажу, что мы будем с вами пристраивать. Так, смотрим, как у нас получилась организация. Пудра здесь у нас действующая. Два хайлайтера. Мак и Сифара. В принципе, как я уже говорила, пудру могу покупать, допустим, и в Роше постоянно. И, в общем-то, закрыть этот вопрос. Допользую арт-визаж и буду покупать и в Роше. Сифара, Мак. Далее карандаши, которые я вам показывала. Это Бьюти Бомб у нас. Фиолетовый, Эвлайн фиолетовый. От Кика у нас бордовый, черный. И Сифара, Париса голубой. И Кика тени карандаш серый. То есть, все-таки карандаши я оставила. Голубой и фиолетовый. Потому что они сочетаются с моим макияжем. Две туши. Там у меня прячутся три мои пока что помадки, которые я планирую, конечно, расширить. И вот тени, которые на данный момент у меня остались. Кика, Кика, в мейкап флэва у меня Refill Vivienne Sabo, Inglot, Catrice, MAC, Calistar. В общем, это будет наше начало, наша отправная точка, с которой будет формироваться другая косметика. У меня есть уже наметки того, что я хочу купить, как я хочу расширить свой арсенал косметический. И когда я буду видеть, какой у меня минимум, что мне не мешают другие тени, палетки и так далее. То есть, по факту я сейчас в своем сундучке вижу только то, чем я пользуюсь. Ничего нет на оставить на потом, ничего нет на оставить рассмотреть, ничего такого нет. И это будет отправной точкой. Мы эту коллекцию с вами будем пополнять, покупать что-то новое. И, в общем, посмотрим, к чему это приведет. Все остальное, все остальное я буду пристраивать. Прощаемся с моей яркой, неоновой, вырвиглазной коллекцией, если так можно сказать. И будем вступать за взрослую жизнь с другими оттенками. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok